Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили, и сегодня я снимаю для вас мукпанк, как всегда, с роллами. Причем здесь есть роллы, которые я никогда не пробовала. Это вот эти. Это вроде Филадельфия, запеченная, или я не знаю как правильно, в общем-таки с шапочкой. Все выглядит очень-очень-очень аппетитно. У меня потрясающее настроение. На улице замечательная погода, я встала рано. И давайте не будем тонить, приступим. Все дошло замечательно. При транспортировке вот эти вот замечательные шапочки, они остались такие же красивые, как и были на фотографии. И давайте попробуем. Вот подобные я никогда не ела. Обалдеть, просто как вкусно. Я вам сегодня снимаю влог. И там тоже я показала, здесь тоже скажу, потому что влоги все-таки смотрят не все. Вот этих вот с шапочкой было намного больше, то есть было 8 штук. Я здесь поставила всего 4. Потому что не вижу смысла ставить перед собой много, а потом не доедать. Лучше я поставлю перед собой столько, сколько смогу съесть. И доем до конца. Вот такие вот. Вот такие вот. Вкуснотища просто. Когда рано встаете, сколько всего вы можете успеть? Это нечто. Я сегодня встала в 8. И представляете, до 12 смонтировала 2 видео. 2 видео. Обленилась в последнее время. Поздно встаю. Поздно ложусь. А все почему? Потому что очень много времени сейчас провожу в тиктоке. Мне так нравится. Вот. Я в тиктоке нашла страницу. Приюта собак. Муж и жена устроили у себя дома. Приют для собак. Тащенят. И настолько меня это тронуло за живое. Я хочу им перевести деньги. Вот. Вот о хороших поступках вроде бы обычно не говорят. Но почему я об этом говорю? Потому что, быть может, среди вас тоже есть желающие, кто хочет помочь бездомным собакам, кошкам. У них собаки только. Пока я не нашла их данные, уже написала, как они ответят, так сразу. Еще хочу пойти и в Баку, в какой-то приют, как только закончится карантин, и помогать бездомным животным. Очень меня трогают видео, где я вижу людей, которые помогают нашим четвероногим друзьям. Ребят, может, я не права, может, я не сучушь, но я думаю, что после смерти мы опять перевоплощаем. Наша душа уходит на небо, и потом мы рождаемся в каком-то животном мире, может, опять в человеке, и заново проживаем эту жизнь. Может быть, эта версия не совсем правильная, но я просто так думаю, я так предполагаю. Я в фильмах так видел, и мне верится в это. Мне кажется, насколько мы добро будем относиться к нашим четвероногим друзьям, тем лучше. Это не значит, что я ненавижу людей. Я как-то делала уборку в комнате и выбросила очень много одежды. Мне девчонки писали, что зачем ты выбросила, отдай мне. Мне реально стыдно отдавать свои старые вещи. Потому что, на мой взгляд, они какие-то действительно очень старые, дурацкие. Не знаю, мне просто как-то неудобно. Именно подписчикам отдавать. В принципе, мне не жалко. То есть, зачем мне это? Я в последнее время отправляю в деревню, кто видел мой влог. Тот в курсе. Последнее видео, которое я снимаю, их трудно назвать влогами, потому что это видео дома. Роллы, ребята, острые. Прям тяжело идет. Я не очень люблю острые, но уже привыкаю. Посмотрите, какая шапочка. Какой красивый ролл. Люблю, когда у роллов, ты и шапочки. Давайте приступим к вопросам. Такой вопрос. Ты в школе была отличницей? Нет, ребят, никогда я не была отличницей. Максимум мой это была одна четверка. По русскому языку. Русский язык всегда мне давался очень трудно. Я всегда писала с ошибками. Поэтому нет. Но я была старостой. По-моему, в пятом классе. В пятом или шестом классе я была старостой. И честно, мне это вообще не понравилось. На мой взгляд, старостой должен быть не просто тот, кто хорошо учится, а действительно человек с лидерскими качествами, которых у меня, к сожалению, не было. В тот период вообще не было. Следующий вопрос. Было ли сложно начать снимать видео для ютуба? Как сказать сложно? Наверное, было больше неудачных дублей. Переснимала много раз одно видео. Сейчас я не припомню, чтобы одно видео я переснимала. Разве только, если звук не записался. Мне всегда везло. Звук не записывался тогда, когда я не поедала там много чего-то. Представляете, суши, там, не знаю, челлендж. Съела очень много специально, заставляя себя. А в конце оказалось, что видео не записывалось. И все. Снимаю еще раз. А, знаете, какое видео я переснимала? И это было очень ужасно. Ужасно. Есть видео с питой. Оно называется Айка Емили и Клей Момент. Если кто-то знает, это видео. Первый раз я рассказывала вообще другую историю. Потом я обнаружила, что, оказывается, звук не записывается. Это было жутко неудобно, неприятно. Представляешь, стараешься, стараешься, снимаешь, а потом раз. И в этот же день я сразу маме сказала, что давай приготовь еще одну. И я буду снимать заново. Мама говорит, ты только что поела огромное, беда одна. Я говорю, ничего. Мне нужно снять это видео. Смотрите, вообще очень острый, кстати. Следующий вопрос задает Исмаилова Сейран. Твои родители живут вместе с Иранцией. Огромный привет. А насчет родителей очень часто вижу подобный вопрос. И миллион раз, ребята, отвечала. Мои родители, они на данный момент не живут вместе из-за обстоятельств. А так они вместе. Они не в разводе. Я не знаю, кто из чего взял, что мои родители в разводе. Часто в комментариях вижу, ой, да папа их бросил. Не знаю. Они с мамой вдвоем, у них никого нет. Зачем говорить такие вещи, если вы не знаете мою семью? То есть вы не знаете моих родителей. Я не понимаю таких людей. И я очень часто таких людей блокирую, которые пишут непроверенную информацию. Пишут просто от балды. А люди-то не знают. Люди верят. Мои родители уже 25 лет вместе. У них есть мой брат. И они счастливы, ребята. Конечно, никогда нельзя говорить никогда, но я тоже мечтаю о такой семье, чтобы, знаете, раз и навсегда. Чтобы без вот этих вот разводов, всяких, знаете, дел, раздел имущества и так далее, без всей этой грязи. Сейчас элементарно обращаешь внимание. Много кто разводится реально. Женится, проходит 2-3 года и даже наличие ребенка людей не останавливает. И я понимаю женщин, потому что от хороших мужей не уходят реально. Когда все шикарно, все супер. Женщина не уходит. Она уходит, когда уже, ну, прям нету другого выхода. Мне очень нравится у русских, что они умеют расставаться друзьями. И вообще у славян мне это нравится. У нас, например, такого нету. Здесь все развелись, все, они в очень плохих отношениях. И все такое. В России люди могут просто мирно разойтись. И это круто. Кстати, кто не в курсе, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там я буду проводить частенько прямые эфиры Мукбанки. То есть это будет как стрим, вы мне задаете вопросы. Я надеюсь, что вы подготовитесь и тоже будете с едой. Посидим, поболтаем, покушаем. Красотей. Красотища-то какая. Я не могу сказать, что я прям наелась прям. Но было очень вкусно. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok